МОЛОКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Перевывание фруктов, овощей, он всегда сопровождается этой незаконной торговлей. Когда предприниматели по-быстрому хотят заработать денег, так это назовем, покупают что-то на оптовых рынках, выезжают на федеральные и региональные трассы, открывают Бартаевы и пытаются продавать продукцию. Вот это мы должны пресекать. В ходе рейда незаконной торговли с грузовиков обнаружено не было. А вот при проверке одной из стационарных торговых точек владелец не смог предоставить сотрудникам Госадмотехнадзора разрешение на размещение вывески. Какие-то нарушения нашли? По поводу баннера, нарушения, да. Мы сейчас это все снимем, все снимем, все будет, если, скорее всего, влажится. Нарушения, которые баннеры, которые незаконные, которые выставлены. Нарушение хоть и будет устранено, но штрафы избежать предприниматель уже не сможет. Сотрудники надзорной службы составляют протокол, а продавцы спешно снимают незаконную вывеску. Всего с начала года сотрудники Госадмотехнадзора демонтировали 248 информационных стендов, а сумма штрафов с юридических лиц составила 1 миллион 230 тысяч рублей. Нарушителей выявляли в том числе и в ходе таких рейдов. Проверяется полоса отвода дороги, автодорога Володарское шоссе, на предмет наличия мусора, нежечественной территории, самовольное размещение в торговых объектах, самовольное размещение информационных средств. То есть все, что касается ненадлежащего состояния. В ходе рейда было зафиксировано несколько мусорных навалов. По этим фактам также будут возбуждены административные дела. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.